Всем привет из Северного Степного Крыма. У нас сегодня четвертая, по-моему, уже. Сентября 2024 год. Вот я сейчас тут просматриваю семьи. Сейчас смотрю, здесь не берут стимуляционную подкормку. Ну и заодно я вспомнил, короче, к этой семье я не лазил, не смотрел, что тут у меня в гнезде. И залез я очень-очень не зря сюда. Сейчас я вам покажу. В общем, сейчас мы отсюда будем убирать матку и давать матке место для работы. Короче, что в итоге будет? В итоге семья самоуничтожится. Если я сейчас не приму никакие меры. Семья самоуничтожится, короче. У меня в сентябре наращиваются пчелы в зиму. А здесь получается вот так вот, видите, что творится. Вот такое вот здесь творится. Немножко неправильно поставил, ладно? Так. Короче, сейчас матку отсюда мы убираем. Ну, в общем, вот этот вот пустой корпус, который после откачки, но он там частично, не полностью пустой, но частично после откачки. Мы его сейчас будем опускать, наверное, вниз. Ну, или... Сейчас посмотрим. Ну, да, скорее всего, мы будем опускать вниз. Здесь поподлито медом. Довольно-таки прилично. А матке надо на место, где она будет наращиваться. И они туда вниз продолжают лить. Зажимают матку, получается. Короче, сейчас я буду из двух формировать один корпус. Вот такие, естественно, рамки сильно подлитые. Сейчас главное матку мне найти. Вот такие сильно подлитые рамки поднимаю вверх. Максимально. Пусть они доливаются. Сейчас будем смотреть. Я ей тут давал для работы место. Ага, вот я вижу. Давал я для работы место. Все-таки, значит, я сюда лазил. Все-таки я давал им место для работы. Ну. Ага, вижу. Все у нас тут есть. Вижу засев. Засев. Значит, где-то здесь находится матка. Ага, вот она. Вот она и матка. Эта матка прошлогодняя, получается, второй год. Вот эту рамку, значит, оставляем здесь. Сейчас будем им, короче, формировать. Здесь печатный расплод по большей части и подлитым медом. Это будем наверх все поднимать. Короче, надо вот некоторые семьи внизу полностью освободили маткам место. Им не надо ничего как бы делать. А есть семьи. Вот я давал, да. Засеяно все, тоже кормленный расплод. В общем, давал эти две рамочки. Давал. Так. Пчелка. Работаю, как всегда, в шортах. Немножко дымок. Кто-то там говорит, зачем дым. Не, ну сейчас уже как бы дымок нужен. Сейчас уже пчелы не очень. Во-первых, погода вам целый день крутит. Грозы вокруг идут. То гремит, то дует, то еще что-то. Все. Ну все, у нас здесь вот, видите. Здесь либо печатное, либо вот медом все подлито. То есть это будем поднимать мы наверх. Полностью вот это поднимаем мы наверх. Это печатное, залитое медом. Все поднимаем наверх. А здесь матки сформируем. Корпус для работы. Вот это тоже поднимаем наверх. Сейчас, короче, сейчас здесь сформируем. Все, вот это поиздолевают они. Что у нас здесь? Крайняя рамка обычно, ее как тамбур используют. Там и елки пахнут. Пчелы вот не очень довольны, что я им тут распотрошился. Так, извините, пчелки. Извините, но надо. Ай. Тут тоже, наверное, подлито. Ну да, видите, что они делают? Они вниз льут. То есть семья льет вниз. Так. Мед она, короче. Ну, это можно крайнюю-то и оставить здесь. В общем, сейчас я... Вот это пока уберем в сторону. Тут я давал ледовую сыту. Они ее не берут. Я решил полезть, посмотреть вообще, что тут происходит. И залез я очень не зря. Так. Немножко видите, пчелы недовольны. Во-первых, тут уже сейчас... Уже осень, уже воровство немножко идет. Пчелы уже не очень довольны моему вмешательству в их жизнь. Сейчас даем матке максимальное место для работы. Чтобы матка могла работать. Потому что я говорю, сейчас у меня наращиваются пчелы в зиму. Если я вот так и оставлю, семья пойдет в зиму очень слабая. Вот так вот. Это, короче, сушка после откачки. Светло-коричневая. Ну, теперь вот сюда вот мы даем. У матки сейчас появится огромное количество места для работы. Будем там куда и нектарной осейти. И то самое. И матки будет где работать. Видите, они тут немножко подливают. Сыту брать не хотят, медовол. Сейчас, где-то здесь у нас маточка была. Да, вот она на этой рамочке. Все, мы даем сейчас матке большой объем гнезда для работы. Огромный объем даем гнезда для работы. Матки. Так вот. Так вот. Короче, пусть здесь матка сколько у нее сейчас в душе угодно будет. Столько пусть ей работает. Все. Трута уже у меня нет давным-давно. Сейчас не надо трута скидывать куда-то. Я имею в виду именно решетки, то что там проблем нет. Что-то с решетками. Сейчас немножко звоним. Чего? Дымбарька всегда не горит нормально. Так. Так, сейчас пчелочек убираем. Ложим решеточки. Ну, как могу. Жена там занята. Своими делами домашними. А я тут на пасеке работаю потихонечку. По возможности, когда погода позволяет. Что-то дожди у нас зарядили кругами. Сейчас ходят опять ливни и грозы. Ну, что. Давайте попробуем показать. Не знаю, как там у меня получится. Ох ты! Тяжеленькие. Тут медовые рамки. Тут уже как бы было достаточно меда. Ее можно было прям получше скачать. Я здесь уже подымал. Видите, все тут заливается. Ну, семья вот эта вот прям вообще без проблем зальется. Это прям вообще, как видите, проблем с заливкой у нее не будет точно. Проблем с заливкой медом у этой семьи точно не будет. Уже, в принципе, тут на зиму куже меда достаточно. У нас тут расплод выходит. И подливается она. А, так не очень удобно. Ну, терпите. Терпите уж как есть. Это вообще, блин, готово уже. Видите, это вот именно семья упарывается в гнездо льет. Надо матку эту будет записать и в следующем году сменить. От нее ничего не брать. Тупиковый овец, как говорится, развитие. Которые гнездо заливаются. Такие мне не нравятся. Бывают такие выстреливают. Просто их надо браковать и все. Ну и все. Вот здесь вот будет лупиться вот этот расплод. В основном печатный расплод он просто будет лупиться. Пчелки будут это все делать. Сейчас активно медом подливать. А ну перестаньте, за руки вещи хватает немножко. Не жалятся, но недовольны то, что я их тут открыл. Мне очень пчелы довольны. С меня еще пот, как скабана течет, потому что она улица парит на дождь, душно и жарко. И все, вот это вот сюда расплод. Не, ну тут как бы и есть расплод. Но они сейчас подольются и одна пристала ко мне, он летает. В общем, видите, тут поподлито. Вот так поднимаем это все наверх и пусть они доливают. Все это дело. А матка внизу там пусть работает. Еще жарко. Еще ночью довольно-таки теплое еще. Как бы в Северном Крыму четвертый месяц лето идет. Поэтому тяжеленько, видите, такие вот уже там на треть, на половину медовые рамки. Как бы тут матке толком негде работать. А так мы им сейчас дали сразу большой объем для работы матки. И она еще поработает. пусть работает максимально сколько ей дадут. Вот тут, видите, вот такая вот картина. Ну все, пусть матка работает сколько ей дадут по максимуму. Вот этот распор полупится. Тут все дольется. Подольется. В принципе. Не хотят брать они. Сыту. Не знаю. Если что, другой семье потом отдам. Вот так вот как-то. Иногда надо, короче, вмешаться. Но такие я семьи не люблю, которые надо вмешиваться. Такие я бракую. Всем спасибо за просмотр. Ну, в смысле, маток я потом по сезону, в следующем году поменяю эту матку. Я от нее ничего не буду брать. Она просто тупиковая. Она отработает. Сейчас нарастит зиму, перезимует там. Даст Бог. Весной, короче, отработает свою. И потом все. Ей уже будет два года. Она пойдет в общую новую браковку. Эта матка. А сюда будет даваться уже маточник, короче, или матка от семьи, которая не заливает гнезда. В общем, есть вот такие, которые, видите, заливают гнезда. Я их бракую. Ну, потихоньку каждый год бракую, бракую, бракую. И получается, что у меня уже таких пару семей только. Со всей пасеки буквально пару семей таких. Все, ладно, не даст она мне спокойно работать. А, снимать. Пристала одна пчела, блин. Как этот пьяный. На радио спой, да, спой, да, спой, да, спой. Не отстаньте, зараза. Все-таки ужалило меня в этот, в куртку, короче. Пристала одна. Ладно. Так-то вообще, в принципе, они спокойные. Просто сейчас говорю, сейчас погода такая крутит. Целый день. Солнышко, он уже к вечеру. Вечер уже, ну, на вечер идет. Но я сейчас мокрый, вот просто весь потел мокрый. Невозможно. Одеваешь, как бы, хотя я работаю, я говорю, вот так вот, брак. Ну, вот, одеваю куртку, короче. Не знаю, видно будет, нет, шорты, короче, куртка, вот, ну, с голыми руками, как бы так, маску одеваю. У меня пот просто, как скабана течет, потому что парит, парит, душно. Душно, где-то грозы идут вокруг, по Крыму, короче, Крым заливает там все. Сегодня Армянск там залило это. Сколько тут, километров 30, наверное, от меня. Ну, а север там полностью тонуло, все залило. Ну, меня так просто гремело, немножко побрызгало. Так прям сильно, короче, не было. Я немножко в промежутках работаю с пчелками точечно, короче, где, где какие-то эти самые, пересматриваю, если надо. Вот такие вот меры принимаю. Ну, поняли вы. Ну, сейчас попробуем там подмазать. Может, заберут все-таки сыту. В принципе, она им нужна, потому что здесь еще как бы лить и лить. Лить есть куда. Ну, начало уже положено. То есть, зимовать у них есть на чем. Теперь надо на весну. На весну, чтобы они себе собрали. Здесь постимулировать их, чтобы они... Сейчас и расплод пусть увеличивают. Потому что расплод, видите, практически весь запечатанный. То есть, подлили, максимально матку зажали. Работать я не даю. Дальше, чтобы я себе ничего не делал, чтобы было дальше. Они бы, короче, максимально бы матку там давили, давили, давили и все, короче. И сошли бы на нет. То есть, без вмешательства не вариант было их оставлять. Ну, либо убирать решетку, тогда бы матка выскочила наверх, мед был бы внизу и, короче, был бы вот такой вот. Ну, так вот я переформатировал, как бы вмешался сюда и все. Дальше уже все, ничего не надо будет делать. Дальше они уже сами. Уже сколько сейчас дадут там матке, она максимально сейчас насеет. Сколько ей там надо. И это будут уже пчелы, которые будут зимовать потом. Эти еще пчелы пока, эти пчелы не будут пока зимовать. Вот эти, которые есть, которые в расплоде пока, они еще не будут зимовать. Вот сейчас именно, вот сейчас, который расплод залаживается, сейчас, который будет выращиваться, этот расплод будет зимовать. Так в моей местности происходит. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.